Программа представляет Стоматология Диадент, улица Горького, 26. Зажигаем ваши улыбки. Здравствуйте! Это программа «Своими глазами». Дайджест хорошего настроения, справочник по развлечениям и полезным приобретениям. Его составляем для вас мы, я Юлия Романова, а также вся наша съемочная группа. Наша программа о том, что нужно знать и уметь, чтобы жить с удовольствием, чтобы не ударить в грязь лицом, чтобы не переплачивать и не переделывать, и чтобы просто уметь жить интересно. Итак, начнем, пожалуй. Устраивайтесь поудобнее и смотрите сами, своими глазами. Бесспорно, все народы нашей планеты придают большое значение телесной красоте и физической полноценности, но стандарты человеческой привлекательности существенно отличаются. Дусуны жители острова Барнео считают, что зубы должны быть черными. Обитательницы некоторых районов Ангола, например, выбивают себе передние зубы, а женщины племени Белуба в Кунго почти полностью стачивают их. Жительницы Соломоновых островов считают, что по-настоящему красить женщину может не наличие зубов, а их отсутствие. Поэтому выбивание верхних резцов невесте составляет обязательную часть свадебного ритуала. В роли дантиста обычно выступает дядя-пациентки по материнской линии. Вместо клещей и щипцов используется заостренная палка и камень. К счастью, в нашей стране красоту все же подчеркивает белоснежная улыбка с полным набором зубов. Но если вдруг оказалось, что в зеркале отражается стандарт привлекательности одного из вышеперечисленных племен, не отчаивайтесь, приблизить себя даже к голливудскому идеалу сейчас совсем не сложно. Идеальный выход – виниры. Существуют также винирчики прямые. Это винирчики, которые изготавливаются из композитного материала. Изготовление такого винирчика осуществляется в одно посещение. Врач непосредственно на вашем зубике изготавливает этот винирчик в кресле. Изготовление и установка винира происходит за одно посещение в течение часа. А теперь непосредственно к технике работ. Врач сошлифовывает переднюю стеночку на ту же самую толщину 0,5 мм до 1,5 мм. И потом послойно наносит композиционный материал. Врач моделирует форму зуба, корректирует цвет, чтобы это выглядело эстетично и красиво. Для изготовления виниров, конечно, существуют определенные показания и противопоказания. Основными показаниями для установки винирчиков, это, конечно, служат зубы, потемневшие в результате каких-либо причин. Это могут быть травмы, депульпированные зубы. Показанием являются зубы, которые подвержены заболеваниям некариозного происхождения. Например, флюорозные зубы, тетокциклиновые зубки тоже можно реставрировать при помощи винирчиков. Зубы, имеющие аномальное развитие, допустим, такие как шиповидные, они имеют форму шипика и очень сильно отличаются от других зубов. Поэтому такие зубы тоже можно реставрировать при помощи винирчиков. Естественно, имея показания к винирам, есть, конечно же, и противопоказания, которые бывают абсолютные и относительные. К абсолютным противопоказаниям относятся, конечно, хрупкие зубы. Зубы разрушены более чем на 50%. Такие зубки мы рекомендуем покрывать короночками, чтобы они хорошо выносили функциональную нагрузку и в дальнейшем не разрушались. Противопоказанием считаются также люди, у которых есть такое заболевание, как бруксизм, повышенная стираемость эмали. То есть зубы при таком заболевании испытывают довольно-таки большую функциональную нагрузку. И при такой нагрузке винирчики, конечно, могут скалываться, иметь какую-то деформацию, вот отклеиваться. Таким людям не рекомендуется. Есть и относительные противопоказания. К таким относительным противопоказаниям относятся больные зубы. Зубы, подверженные кариесу. То есть в первую очередь такие зубки нужно вылечить, запломбировать и только после этого устанавливается винирчик. Парадонтит и несоблюдение гигиены тоже являются противопоказанием, но относительным. Соответственно, вылеченные диосные зубы позволяют в дальнейшем заняться ресторацией передних зубов и установить виниры. К относительным показаниям, также противопоказаниям относятся и люди, у которых отсутствуют жевательные зубы. Шестые, седьмые. То есть таких людей, конечно, мы сначала отправляем к ортопедам для восстановления жевательной нагрузки. И только после этого можно заниматься реставрацией передних зубов, дабы жевательную нагрузку распространить на все зубы и уменьшить ее на передних зубах. Принцип ухода за зубами, покрытыми винирами, прост. Для ухода за такими зубами, покрытыми винирами, необходимо тщательное соблюдение гигиены. Вот такие винирчики, в принципе, довольно долго стоят. Вот если говорить о композитных винирах, то это где-то от 3 до 5 лет, может быть, дальше и больше. При наличии хороших сейчас композитных материалов, вот, композитные материалы сейчас выпускаются по нанотехнологиям. То есть у них очень хорошее качество, у них очень хорошая эстетика, полируемость. Поэтому виниры из композитных материалов получаются довольно-таки красивые и долгосрочные. Но керамические виниры, конечно, это виниры эстетика, которые превосходят все ожидания. Они очень красивые, эстетичные. Можно поменять цвет зубов. Вот, они долговечные и очень хорошо выдерживают функциональную нагрузку. В уходе за винирами используются специальные щеточки, флоссы. Необходима тщательная гигиена. Следует избегать повышенной функциональной нагрузки. Поменьше грызть орешки, риски, сухарики. При установке композитных виниров следует посещать стоматолога не менее одного раза в два месяца. Полировать и чистить виниры. Ну что же, мы перелистнули еще пару-тройку страниц нашего краткого справочника по жизни. И какое бы ни было за окном время года, и какого бы цвета небо не парило над вами, верьте в хорошее. Не упускайте счастливых моментов. Дышите глубже, смотрите шире и с легкостью раскрашивайте свою жизнь яркими красками. Это была программа «Своими глазами» и я, Юлия Романова. Спасибо, что были с нами. Выше нос, смело ловите позитив и до встречи через неделю. Разве может быть что-то прекраснее, чем от души улыбаться? И в улыбке своей отражать солнце свет? Эй, шутить и смеяться, провожая закат и встречая рассвет. Жить как будто в запасе еще сотни лет. Разве может быть что-то прекраснее? Наверное. Зажигаем ваши улыбки. Диодент Горького 26. Субтитры подогнал «Симон»!